У городского кладбища идут работы. Чистят, белят, красят. За воротами уже набралась гора мусора. Люди, пришедшие навести порядок на могилах родных и близких, выносят его к выходу. Везде слышны голоса. Жители горбатятся с инструментами в руках. Красят, белят, собирают траву. Приближается Радоница, а предшествует ей тщательная уборка на кладбище. Пожалуй, нет человека, у которого не нашлось бы кого здесь навестить. Мы ухаживаем за отцом, отец, брат, там бабушка, дедушка, папина, сестра. Стараемся, чтобы было все красиво. Все, чтобы радовались, придет этот праздник, пусть будет красиво. Все, чтобы радовались на этот день, потому что уже встречаемся с мертвыми. Мы должны убирать каждый год, потому что если не будем убирать, они засоряются. Надо и молодежь привлекать, чтобы знали, как надо ухаживать за могилками. Если мы не будем приходить, они тоже не будут знать, что делать. А так надо, надо убирать. Раз они нас высмотрели, высмотрели, наших мужей, или если мама нас смотрела, отец, мы тоже должны так и за нашей могилки будем ухаживать. Я сегодня пришла с моим сыном Васей, своей сестрой Валей. Пришли, как положено по празднику, на могилку почистить, цветы принести, обработать, побелить, покрасить. Сегодня моему отцу, Карану Николаю Ивановичу, сегодня 10 лет. Он умер 11 апреля 2008 года. Соответственно, мамочка рядом, мы всегда ходим к ним и все время передаем привет. Мама, передай папе привет. Так мы думаем, что они нас слышат, увидят, заботятся о нас. С небес нам говорят что-то правильное, полезное. Спасибо, что есть такой праздник создан, в котором надо ухаживать за моими могилками. И так оторвались с работы. Спасибо моему руководителю, отпустил меня с работы, чтобы мы сделали порядок на своей территории. Мы пришли с сестрой Марья Николаевна, а я Ольга Николаевна. Пришли, сейчас над братом трудимся. Мама, папа, там ребенок у меня вон на той стороне. Хватает у нас всех родственников, которые вот потихонечку убираемся, чтобы чистенькие могилки были. Было им приятно, потому что не уберешь, скажут, что дети есть, а никто не приходит. Здесь похоронена мать ее, отец. И вот эти все наши родственники стали. Мы родители в том козе, мы уже были. Сегодня еще потихонечку, спасу Богу, дает нам здоровье, пройти навести порядок на кладбище. Традиция такая. Традиции в Тараклии чтут и соблюдают. Горы мусора в эти дни растут прямо на глазах. Чем дальше от выхода, тем чаще он встречается на окраинах, заброшенных могилках. А захоронений с каждым годом здесь все больше. Тропинки уже. Пройти сложнее. На предпоследнем заседании совета, по словам городоначальника, в следующем году к этому дню уже будет новое кладбище в районе больницы. Скажите, а что думать вообще о состоянии нашего кладбища? Ну, что мне сказать. Каждый, чтобы старался, чтобы почистить свои гробницы. Я знаю, что сказать. Если будут ухаживать со своими могилками, так будет все красиво. Места хватает всем. И места еще могут. Если что, есть наверх, пусть поднимают. Но если, как считают, там вверху, чтобы делали кладбище, чтобы вот пришел праздник, бежать сюда или бежать туда, как-то неудобно. А здесь на одно кладбище, пусть наверх делают, убирают. Надо новое уже, нигде уже здесь хоронить. Но сказали, что будет, надеемся на хорошее. Раньше говорили, что здесь будет, а сейчас там, значит, да. Ну, будем надеяться на хорошее. Пока все мои предки здесь, и бабушка, и дедушка, вон бабушка, дедушка, наверху у меня свекра, свекровь. Жалко, конечно, переходить в другое кладбище, потому что приходишь здесь. Но если надо, если уже мест нет, пусть решают, как они считают. Я думаю, что тоже здесь не поместятся все. А вы знаете, где будет новое кладбище? Ой, я знаете, я слышала, я работаю в больнице, поэтому думаю, что там, где поликлиника и больница. Ну, не меня же будут спрашивать. А если так решили, ну, нежелательно. Лежишь в больнице и смотришь, как покойника везут. Конечно, неприятно это. Конечно, оно немножечко как бы неухоженное. И уже места нету. Один на другого мы тут ложимся. Я даже вот чищу там ребенок, старая могила. И уже 30 лет эту могилку я обхаживаю для того, чтобы место для себя приготовить. Слышала, что где-то там, где поликлиника или где-то там. Но это далеко будет. Ой, 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 это будет тут хоть рядом. Как будем ходить? Уже ноги не держат. Короче, посмотрим. Бог даст нам силу, все будет хорошо. Очень плохое. Сегодня, чтобы пройти похоронить, как говорится, мертвеца, ну, негде пройти. Если оно будет возле поликлиники, одно кладбище, представьте себе, с южной части, это километров 8. На транспорте, ладно, повезут, дороги есть. А дальше, а тут что, нельзя выделить участок, ну, 10-15 гектаров. Есть, вот есть все, скорчевывать, выше, вот кладбище скорчевывать, выровнять. Сестра в Волгограде похоронена, ну, там кладбище, там не кладбище, а рай. Каждый похоронен по номеру, заходишь в проходную, спрашиваешь какой-то номер, и сразу тебе говорят, куда даже отвезут. А у нас здесь даже пешком негде пройти, это кладбище. Ну, приходим, наши родители здесь. Хоть и пройти негде, люди все равно сюда приходят, помянуть родных и близких, и хоть какой порядок навести. Что касается правил поведения, в этот день на кладбище священнослужители заверяют, никаких шумных застольй и пиршеств устраивать у могил не стоит.